Решили проехаться на автобусе. Сейчас самое время, когда люди едут на работу, на учебу. И заметили такую тенденцию, что каждый третий только оплачивает проезд. Причем это в основном взрослые люди, а молодежь менее, можно так сказать, активная. Его идет оплачивать. Однако в департаменте транспорта нашу статистику опровергли. По их данным, более 20% всего пассажиропотока безбилетники. Отмечают и то, что расходы, которые несет система из-за таких пассажиров, равны тем, что тратились бы на содержание штата кондукторов. Поэтому от такой системы отказываться точно не будут. Но вот увеличивать количество контролеров планируют. Сейчас же работают около 80 человек. Бригады формируются по 2-3 проверяющих. И каждая из них должна сделать порядка 25 проверок. Поэтому шанс встретить одного и того же контролера на разных маршрутах велик. С одной такой бригады отправились в рейд и мы. Я зашла в трамвай, проезд не оплатила. Сейчас контролер блокирует валидатор. И, соответственно, моя карточка отобразится как не оплачена. А дальше каждый из пассажиров должен предоставить доказательство оплаты. Если вы это сделали наличными, то билет. Если картой, то приложить карту к валидатору. На нем есть все данные о последних оплатах. Но если возникнут какие-то технические неполадки, акт о неоплате все равно составят. На месте контролера фиксирует именно факт подтверждения оплаты проезда. Соответственно, если вдруг возникает спорная ситуация, когда вы уверены, что вы проезд оплатили, но, например, у контролера не отобразилась эта информация, просьба не конкретовать, отразить эту информацию в акте, который составляет контролер в департаменте транспорта, мы все такие ситуации можем рассмотреть и проверить уже непосредственно по данным системам оплаты проезда. Как отмечают ведомстве, только за последнюю неделю составлено более 500 протоколов. В среднем за месяц это цифра в три, а то и в четыре раза больше. Уже общая сумма штрафов за безбилетный проезд составила более 700 тысяч рублей. Эти средства направляются на техподдержку общественного транспорта и на развитие в целом маршрутной сети.